Здравствуйте! В эфире программа 7 минут. Проблема бесплодия в современном мире стоит, к сожалению, остро. О том, как она решается, сегодня нам расскажет руководитель клиники вашу врачу Ксения Степановна Царева. Здравствуйте, Ксения Степановна! Здравствуйте! Много ли у нас пар, которые столкнулись с проблемой бесплодия? Бесплодие очень большая проблема. Я не могу сказать, сколько пар у нас в Рязани и области. Думаю, что это процент довольно большой. По статистике российская бесплодные пары встречаются в 20-25% супружеских пар. И, конечно, проблема эта очень большая. Я думаю, что эти цифры такие же и у нас в России, и у нас в Рязани. Может быть, даже и больше, учитывая экологию и все остальное. Какие существуют формы бесплодия? По определению ВОЗ, Всемирной организации здравоохранения, бесплодием считается не наступление беременности у супружеской пары, не у женщины, а у супружеской пары, в течение полутора лет, если у них интимная жизнь, проходит без предохранения от беременности. Это уже считается бесплодием. Значит, бесплодие бывает первичным, бывает вторичным. То есть есть женщины или супружеские пары, которые имели детей, а в последующем они не могут их уже иметь в ряд определенных причин. Бесплодие бывает мужское и бывает женское. И процент распределения бесплодия между мужчинами и женщиной приблизительно равный. Где-то 55% считается женское бесплодие и 45% – мужское. Поэтому, когда в клинику обращаются пациенты, мы обследуем обязательно супружеские пары. Почему возникает бесплодие? Причин бесплодия тоже масса. Если это взять мужчин, предположим, это нарушение сперматогенеза. А нарушение сперматогенеза, причин его могут быть очень многие. Это и врожденные патологии, это и генетические патологии, и эндокринные, и иммунные. И очень много, можно назвать, причин, которые нужно выяснять для того, чтобы как-то помочь этой паре. То, что касается женщин, тоже масса причин. На первом месте и у мужчин, и у женщин стоят все-таки воспалительные заболевания. Воспалительные заболевания, те, которые сейчас полный комплект, мы можем обследовать и мужчину, и женщину, и если они выявлены, которые могут впоследствии приводить и к трубному бесплодию, и к бесплодию в результате изменения в самой матке. Это одна из главных, как я еще говорю, причин. Но эти причины можно, если вовремя их диагностировать, если вовремя пролечить, можно у этой пары супружеской добиться беременности без применения вот этих вспомогательных репродуктивных технологий. Ну, что мы стараемся тоже, конечно, делать у себя. Большое место занимают эндокринные факторы, как у мужчины, так и у женщины. То есть обязательно надо делать гормональные обследования. И если где-то идет нарушение гормонального мужчины или женщины, то делается коррекция, если это возможно, конечно. Значит, имеют значение иммунные факторы, иммунные, потому что иногда бывает, что несовместимость бывает с сперматозоидов, с организмом женщины, и организм женщины начинает вырабатывать на арпез, в мероподозоиды мужа, антитела. Это тоже решаемая проблема, и тоже проводится лечение до вспомогательных репродуктивных технологий. Но можно очень много говорить, потому что и миомы, и эрозии шейки матки, и перенесенные какие-то оперативные вмешательства, и полипы. Наша задача – это обследовать семейную пару и найти причину. И если возможно, вылечить у нас в клинике. Если мы не можем получить беременность у этой пары, то мы предлагаем уже дальше репродуктивные технологии. В частности, одна из этих технологий – это является система ЭКО, или экстракорпоральное оплодотворение. К сожалению, в нашем городе нет возможности провести эту технологию. Нет оборудования, нет клиник таких, нет таких специалистов. И все эти технологии осуществляются в клиниках города Москвы. Буквально несколько месяцев назад у нас была возможность заключить договор с одной из клиник Москвы для того, чтобы осуществлять вот эту программу ЭКО совместно с Московской клиникой. Что это дает нашим пациенткам, нашим женщинам? Программа эта рассчитана где-то приблизительно на месяц. И женщине для того, чтобы ее осуществить, приходится в течение месяца находиться в столице. Если нет там родных, знакомых, негде поселиться, приходится снимать гостиницу, то есть женщина должна брать отпуск, либо увольняться, чтобы провести полноценно эту программу. Самый длительный этап этой программы – три недели – мы сейчас проводим у себя в клинике. А уже два коротких этапа, когда идет забор яйцеклетки, и второй – это подсадка уже оплодотворенной яйцеклетки в полость матки – производится в Москве. Таким образом, женщина готовится к эко у нас в клинике. Два раза она посещает клинику московскую. Первый раз на забор яйцеклетки, и второй раз на подсадку. После этого она опять наблюдается у нас. Это экономит время, это экономит нервы, это экономит, конечно, деньги. И сейчас уже наша программа начала работать. У нас уже есть несколько пациентов и пациентки, которые уже прошли эту подготовку у нас, прошли первый этап эко у нас. Несколько женщин уже осуществили подсадку эмбриона. Ну вот мы сейчас ждем хороших результатов, как это все будет выглядеть. Расскажите, что представляет собой метод эко? Изначально метод экстракорпорального оплодотворения, это 20 с лишним лет назад, был изобретен для женщин, у которых нет маточных труб. Дети, рожденные от этого метода, сейчас уже имеют своих детей. И даже можно в определенной литературе, в журналах, даже на очень популярных, увидеть их фотографии с счастливыми детьми. Но потом, особенно сейчас, в последнее время, очень расширились показания к этим методикам. Это связано еще с тем, что период деторождения у женщин, возрастной уровень, очень повысился. Если раньше рожали, начиная с 18 лет, то сейчас женщины независимые, свободные, которые хотят делать карьеру. И очень часто рождение ребенка для них нежелательно в молодом возрасте. И наступает беременность уже после 30 лет. А вообще, по канонам медицины и гинекологии, акушерства, желательно, чтобы все-таки женщина родила первого и второго ребенка, и последующих до 36 лет. Раньше мы так считали. Сейчас эти рамки расширились, рожают женщины в 40 и после 40 первых детей. Ну и, конечно, сталкиваются с определенными проблемами, потому что жизнь прожитая, определенные заболевания, какие-то проблемы возникают. И поэтому вот эти вот программы ЭКО распространились и вот на эти пары, и на этих женщин. Очень много разговоров идет об искусственном оплодотворении. Очень домыслов много говорят, что и врожденные дефекты, и патологии, и заячья губа, и волчья пасть. Каков риск при использовании ЭКО? Вы знаете, риск при искусственном оплодотворении точно такой же, как при нормально наступающей беременности. Как говорится, мы имеем уже материал, с которым мы работаем. Это материал женщины и материал мужчины. И если в этом материале есть уже какой-то сбой небольшой, он пойдет, естественно, и дальше развиваться. Точно так же, как если женщина беременет естественным путем, если яйцеклетка ее или сперматозуют не совсем полноценной, несут не совсем полноценный генетический набор, то, конечно, уже будут какие-то нарушения. Поэтому от того, как забеременела женщина, естественным путем или методом ЭКО, совершенно не зависит наличие потом каких-то патологий у плода. Это совершенно, ну это же отслежено, это совершенно один и тот же идет процент. То есть зависит от материала, который мы имеем у мужчины и у женщины. У нас осталась буквально минута. Что бы вы хотели пожелать всем женщинам и всем семейным парам? Вы знаете, на тему о ЭКО можно говорить бесконечно. Это очень интересная тема. И есть что рассказать, и поделиться, и успокоить женщин, и дать им какой-то шанс. Но, к сожалению, рамки программы ограничивают нас в этом. Если у кого-то есть такие проблемы, я бы пригласила их в нашу клинику. У нас есть специальные доктора, которые занимаются этими технологиями. И они подробно все объяснят, обследуют и скажут женщине, мужчине, как быть в данной ситуации. Ну и в конце я хотела бы сказать, что я желаю всем женщинам и всем мужчинам обрести полноценную семью и услышать радостный смех ребенка и увидеть его улыбку в своей семье. Спасибо. На этом наша программа подошла к концу. Всего вам самого хорошего. Берегите свое здоровье. До скорой встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова